Добро пожаловать в темнолесье, где заблудиться – значит найти себя. Вас приглашают в путешествие по колоде в образе сумеречной ведьмы. Сумеречная ведьма – это ваша невидимая часть, это интуиция и инстинкт. Сумеречная ведьма путешествует через лес. Лес – это воплощение нашей подсознательной жизни. Лес – это то место, где мы можем заблудиться, но получаем возможность найти себя. Тьма – могущественный символ темного леса. Метафорическая буквальная тьма дарит самые мучительные переживания. Мы существуем на грани между светом и тьмой. И наша задача состоит в том, чтобы объединить и в конечном итоге преодолеть свет и тьму, удерживая их в равновесии. Но на самом деле тьма – это естественное состояние Вселенной. Монстры не обитают во мраке. Это не какие-то воображаемые враждебные сущности. Они прячутся внутри нас. Поэтому чем сильнее мы подавляем собственных внутренних демонов, тем более голодными, злобными и деструктивными они становятся. Каждая карта Таро рассказывает историю, и сумеречная ведьма извлекает из них определенный урок. Ваша тень – это та часть личности, которую вы не признаете, или которая скрыта от вас самих. Работа с тенью – настоящий вызов. Она по силам лишь тем, кто силен духом. Я приветствую всех гостей, друзей и, конечно же, подписчиков канала «По следам карт». И как вы поняли уже из пролога к данному видео, данный видеообзор будет посвящен замечательной колоде с названием Dark Wood Taro – Таро темного леса. Данная колода вышла в июне 2020 года издательством «Левелин». И имеет стандартную левелиновскую коробку, как мы знаем из предыдущих обзоров и других колод. Такая же сама коробка, как на магнитной застежке, как я люблю, как во всех колодах левелиновских. Открываем здесь замечательный разворот. И ленточка, которая достает нам книгу. Это не МБК. В таких коробках левелиновских обычно идет целый мануал с цветными иллюстрациями, увеличенным в формате А3 каждой карты, что очень удобно. И сами карты, которые достаются и на дне коробочки, у нас всегда ждет какой-то сюрпризик. В данном случае дно коробочки у нас содержит ту же самую обложку, что и карты. И давайте теперь посмотрим. Другое издательство. Чуть позже вышла русифицированная версия. Издательство Exmo Press, которое повторило, вы видите, практически ту же самую коробочку. Просто, надеюсь, вам видно, чуть меньшего размера. И она мне даже больше нравится, так как она является матовым. Для видео это даже больше удобно. И еще она смотрится матовым, с вот этими глянцевыми элементами, надписью, фонарем. Ну, как там, более эффектно, что ли. И вы видите, абсолютно все повторили. Абсолютно все повторили. С некоторыми небольшими, конечно, несоответствиями перевода. Но из-за перевода на книги, я обратила внимание, я и решила взять второй экземпляр. И вы видите, он абсолютно идентичный. Единственное, что здесь нигде нет указания о том, что колода изначально издана Левелином, только в самой книжке, что очень приятно тоже на магнитной застежечке. Так же само повторили разворот, как и в Левелиновском издании. Вот, я надеюсь, вам видно. С той же самой рукой, держащей Пентакли. Пентаклик наш, это будет Усп Пентаклик. Очень подходит по цвету смужечка, как ленточка, да? И по цвету коробочки, и под сами карты обложку. Единственное, что не повторили на дне колоды, не колоды, коробки, рубашку нашей замечательной колоды. Но это не принципиально важно. Почему? Потому что хранить в таких коробках удобно, но транспортировать и работать не очень. Поэтому, например, у меня они стоят вот так вот, как на книжной полочке, книгами. А для самих карт я приобретаю мешочки. И для этой колоды у меня, конечно, замечательная рукодельница сделала такой вот мешочек с тройкой кубкой и с моей любимой королевой жезла. И здесь и будет храниться колода. Какая из них, какого издательства, Левелиновского или Эксмоэкспресс, об этом чуть позже мы о самих колодах поговорим. Мешочками я похвасталась. Сейчас к руководству. Теперь посмотрим и сравним оба руководства. Очень кратко. Итак, руководство колоди. Конечно же, такое же самое имеет по размеру различия, как и сами коробочки. Итак, давайте сравним англоязычную версию и переведенную русифицированную версию. Ну, как мы видим, здесь руководство по работе с колодой начинается с названия колоды. Название решили не переводить, хотя на коробочке здесь написали «Таро темного леса». В своем мануале оставили английское название версии. С художницей данной колодой является Эбигейл Ларсон. А мануал этот написала Саша Грэхэм. И мы смотрим, видите, кроме того, что отличия в глянцевой и матовой бумаге практически все идентично. Ну, за исключением некоторых перестановок. Вот это мы увидим перевод чуть позже, как мастер Вуду, по-моему, говорил. Вот это. А что там внутри? Йода отвечает только то, что ты с собой принес. Эпизод пятый «Звездные войны». И дальше мы видим такое же самое соответствие этих руководств. Я уже предварительно, конечно же, сравнивала, потому как я всегда говорю, что я люблю почитать эти руководства, если они несут информацию. А в прологе я скажу о том, что я вынесла из прочтения полностью этой книги. Итак, мы видим Сашу Грэм, которая является писательницей, тарологини, которая составила данное руководство. Здесь тоже в русскоязычной версии, по-моему, не переставили на конец. И художницу Эбигейла Ларса. Далее, содержание само в английской версии. Оно одностраничное. Здесь, в русифицированной версии, вы видите, расширенное по каждому аркану соответствие страниц, что, конечно же, является более удобным. Дальше идет у нас введение. Тут то, что важно для себя, я всегда подчеркиваю. Но обычно разукрашиваю я все книги, несмотря на старое, это связано на линии старого, которые я читаю. Часть первая. Как толковать знаки леса. И здесь минимальная информация. Вы видите, да, что абсолютно то же соответствие, только матовая и глянцевая. И когда-то давным-давно, и тут про Таро, про возникновение очень чуть-чуть, даже не столько про возникновение, а про истории, про наше коллективное бессознательное. Как оно отражается, рекомендации для глубокого deep reading, глубокого толкования, чтения. Видите, все здесь дано. Ваша тень. Здесь, конечно, отсылка к Юнгу и о том, что такое теневая сторона и теневые значения карт Таро. И здесь указано, что теневое значение это основное значение карты, доведенное до негативного предела. Или, как правило, это то, что в обычном Таро является перевернутым значением. Ну, тоже такое довольно-таки спорное осуждение, но здесь снабжено примерами, например, император, императрица и какие у них могут быть теневые стороны. Как у каждого аркана мы знаем, они амбивалентны, поэтому у каждого аркана есть условно-позитивный, условно-негативный, либо теневой полюс. То есть, два полюса. Дальше рассказывают именно книга теней идет, либо гримуар, для чего, немножечко о веканстве, о ведьмах. Дальше идут инициация, раздел инициация, алхимический вопрос. Алхимические вопросы здесь абсолютно психологические, коучинговые типы вопроса. С какого открытого вопроса начать? Взять ответственность на себя по отношению к себе, задавать вопросы же в самом вопросе сформулировать желаемый исход. Очень толково, грамотно в данном случае Саша Грэм изложила позицию, только заявила ее как алхимическая. Чары. Чары здесь, конечно, тоже абсолютно психологический инструмент, расписан медитацией, направленная визуализацией и так дальше. Дальше немного о нумерологии, по мастям рассказано, вы видите, очень сжато по арканам. И, точнее, по картам двора, соответственно, и Таро Спрэдс, расклады на Таро. Самый обычный, хотя тут мне понравилось, очень улыбнул, расклад для серьезной проблемы. Трехкартночный расклад, как вам для серьезной проблемы. Ситуация, серьезная проблема и решение. Но почему бы и да. И вторая часть непосредственно, которая открывает описание старших арканов. И перед открытием описания, вы видите, везде паутина, вообще иконография данной колоды. Она вся пронизана практически паучками и спецификами. Но это мы сейчас будем говорить, когда будем смотреть сами арканы. Посмотрите, пролог. Пролог здесь начинается как бы завязка истории, что жила-была девушка и была она сумеречной ведьмой. И она встретила, росла в лесу и встретила парня, который открыл ей глубины собственной души. И после того, что у нее что-то родилось и умерло одновременно, в ее душе, конечно же, на утро парень растворился. Ее сердце раскололось надвои. И от этого горя и отчаяния она услышала свой внутренний голос, который ей начал нашептывать, чтобы она отправлялась в путь. И как я не хотела оставлять собственный дом, сумеречная ведьма выдвинулась у нас в путь. И вот с путешествия шута и начинается данное повествование. И мы будем с вами говорить об этом. Каждому архетипу, точнее каждому старшему аркану и младшему приведен к старшему аркану архетип. И некий, что ли, если можно так сказать, девиз, либо послание. Эти архетипы, они не соответствуют психологическим значениям. Ну, где-то попадает, понятно, императрица, мать, император, отец. А в основном нет. Но тоже мне показались довольно-таки интересные. Ради чего я поленилась переводить эту англоязычную версию. Мне хватило предыдущих переводов технических моих с гуглом-переводчиком. Поэтому я дождалась все-таки выпуска. Знала, что будет переведена книга. И ради этого купила. Стоило или нет, это я вам скажу уже в эпилоге. Сейчас давайте посмотрим сами колоды. И перейдем к кратенькому обзору самих арканов данного интересного, сказочного, такого лесного таро. Итак, два слова, что бы хотелось сказать. Ну, во-первых, рубашка. Рубашка асимметричная. Мы видим замечательные две буквы. Мы их будем видеть на самих арканах. D-E-W, который означает Duckwood, то есть второго темного леса, да. И она симметрична, удобно работать, кто работает с перевернутыми картами. Вот здесь обещанный паучок, который будет с паутинками везде. Встречаться очень нам часто. Издательство Левелен. Вырубка более, конечно же, идеальная. Хотя именно в этом варианте колоды, вот здесь, если вам видно, с левой стороны, меня немножко разочаровал. Немного вырубка не такая идеальная, как обычно. Но все карты были разделены. Как всегда, это глянцевая ламинация. И все закруглено практически идеально. Практически в этой колоде немножко все равно. Левелин даже на, если можно так сказать, на бокопоре. Что касается издательства ExmoPress. Все карты были слипшиеся. Я их разделяла, но ничего не повредилось. Единственное, что, конечно, вырубка, вы видите, совершенно не такая идеальная. Она шершавая. И из-за того, что, может быть, они были слипшиеся, либо их как-то выдавливали, вот если вам видно, то некоторые карты будут иметь вот такие книзу закругленные края. Я не знаю, будет ли это удобно при перетасовке. Те, кто обычным способом тасует. Я очень часто пользуюсь верным или просто на столе. Поэтому меня это не очень смущает. И толщина картона разная. Вы видите, что, вот как они отличаются. Если положить обе колоды рядом, то левелиновская будет немного ниже. Поэтому у меня была такая интрига. Конечно, я обзор сделаю, но мне-то для работы нужна таки одна колода, а одна таки поедет искать, я думаю, свою хозяйку. То есть это будет кому-то подарок. Кому-то подарок. Достаточно приличное качество. Я даже ожидала, честно говоря, худшее. Но от колода достаточно приличного качества. Вот я произвела сравнение. И цветопередача практически... Надеюсь, вам не отсвечивать. Цветопередача практически одинакова. Единственное, что все-таки у Эксмопресс, на мой взгляд, немножко заярчены, если так можно сказать, более яркие, да? Они сделали более яркие цвета. Ну и, естественно, она более глянцевая, более бликует, вам видно, да? Чем этот глянец, который... Вот на императрице видно, да? На красном цвете, что у Эксмопресс более насыщенный. Они сделали цвета. Все, друзья мои, по качеству, я думаю, вы все поняли. Есть возможность приобрести оригинал. Оригинал у Левелина. Есть возможность, я прям из России заказывала, перевести уже перевод. И кому нужно это пособие, а я свое мнение выскажу, кто досмотрит до конца, в эпилоге к данному обзору. А сейчас я предлагаю очень кратко познакомиться с самими Арканами, потому что в прологе мы заявили о том, что наша сумеречная ведьма выдвинулась в путь. И сами авторы колоды сказали, что с ней лучше работать в своем пособии как с теневыми значениями, хотя можно и с обычными, но все-таки с теневыми. И сейчас я выскажу коротко свое мнение по теневым значениям данной колоды. Что касается теневых колод или работы с тенью. Как по мне, для работы с тенью не хватило таро темного леса. Ну и на теневую колоду она тоже не тянет. Хотя авторы об этом заявляют, что она является теневой колодой для работы с тенью. Но поясню свою мысль. Теневые колоды для меня это те колоды, где вывернутые значения представлены во многих Арканах, в подавляющем, например, большинство. Что такое вывернутые? Ну традиционно солнце считается счастливой картой, позитивной картой, условно-позитивной. И изображается в радостном таком стиле. А луна, наоборот, это работа с бессознательным, со страхами, с иллюзиями. И она такая более пригниченная, что ли, удручающая, такая навевающая мысли о страхах. Ну и так дальше. Это когда переставлено по смыслам, тогда это точно оттеневые колоды, темные колоды, точнее. Колоды по работе с тенью, это тоже колоды, те, которые, например, как девиантная таро, девиантмун таро. Здесь уже у нас шут несколько иначе представлен. Здесь у нас уже шутом мы видим, что не все в порядке. Так же самое мы видим в колоде Лоди Лискотт, что шут у нас это гамильтонский дудочник и сам себе на уме ребенок, да, и этот ребенок, который манипулирует и управляет, и тут не про беспечность немножко, но про другие какие-то психические наклонения. То же самое мы видим на таро твилайт, таро сладких сумерок, обзор, которого есть уже на канале по следам карты, вы можете посмотреть очень подробный обзор. Здесь темные или теневые колоды, это не значит страхи и ужастики. Нет, это иное значение, то есть его тень, тень аркана, акцент, акцентуация сделана на теневом значении, что им кто-то управляет, что это кукла, следовательно, есть какой-то кукловод, и несет ли он ответственно за свою жизнь и понимает ли куда он шагает и шагает от пропасти, то есть от того, чтобы душа воплотилась и получила новый опыт и так дальше и так дальше. И мы возвращаемся к нашему, допустим, Таро Тюмного Леса, который мы сейчас будем только обозревать, но мы просто на этом примере уже прочитав не инструкцию, а руководство целое и увидев, что авторы заявляют, ну Саша Грэхэм заявляет, что это колода для работы с твоей тенью, вот совершенно обычная, красивая сумеречная ведьма в образе шута, обычный шут, шагающий с пропасти, ничего девиантного здесь я не вижу по работе с тенью, например. Итак, мы можем много сравнивать, но не сейчас не про это смысл, например, солнце, да, солнце вот в Луди Лескот совершенно нерадостно, что-то врывается, страшное, непонятное, солнце в Тару сладких сумерок, вообще, даже не раздвоение, не расстроение, а много субличностей у нас при свете солнца выходят, как бы высвещаются, высветливаются, выходят наружу, не всегда они, те, что нам нравится, и совершенно каноничный образ на Тару темного леса, и мы можем так говорить бесконечно, вот смотрите, веселая луна на девиантном Тару, со справедливостью продажным не все в порядке мы выйдем, да, со смертью, с девяткой условно-позитивной картой, да, нет рук, то есть совершенно не все в порядке с конечностями, так же самое мы вообще девиантном Тару, оно призвано работать с тенью, да, это девиантное поведение, это поведение то, которое не вписывается в социальные рамки, на Тару Луди Лискотт, обзор которого еще планирую, но уже есть там по-моему консультация, онлайн-консультация на этом Тару, на всю колоду вы можете посмотреть, вот влюбленные, вампир кусает, вот такая вот специфическая любовь, сила специфическая, да, тоже, ну там вообще кишит вампирами, вот обессиленная правосудие, справедливость абсолютно с опущенными весами без отсутствия меча, который не может судить, вот интересный момент на девятка и десятка кубков, условно-позитивная семья, девятка и десятка кубков, вот мы можем посмотреть девятка кубков, например, сравнить с Луди Лискотт, здесь не про семейное счастье, здесь разочарование семейным, так называемым, счастьем, когда женщина одна с ребенком, на заднем плане, пара танцует, и она либо вспоминает былое счастье, либо это ее партнер уже нашел по танцам другую партнершу танцевать, и совершенно каноничная счастливая семья, долго и счастливо будет девиз этой карты, мы видим на Тару темного леса, ну и так дальше, я уже не буду сейчас все это приводить, даже то, что подготовила, совершенно не вот Туз кубков, например, второго сладких сумерок, есть обзор, вот как бы карта, которая радуется, радуется кверинтой, всегда, когда она появляется в раскладе, она смягчает очень многие обстоятельства, это начало эмоционального чего-то, эмоции, да, в окружении позитивных карт она говорит о позитивных эмоциях, и даже негативные карты смягчает, зарождение эмоциональной чистоты, то здесь мы видим, а наоборот, слезы, окровавленные ноги, кубок неустойчивый, и чаша как бы с ядом, потому что череп, вот эти колоды, они являются по работе с тенью, являются по смыслу своему и по внутреннему содержанию, в Дарквуд Таро я нашла несколько арканов, которые меня порадовали с точки зрения именно вот этих перевернутых значений, либо усиление акцентуации теневого значения того-либо иного аркана, это например смотрите, тройка жезлов, мы здесь видим прекрасную вампиршу, которая расширяет свою энергетику, свое влияние, действия, желания за счет других, вот она отпила крови от молодого человека, который лежит у нее уже под ногами, то есть она расширяет свою сферу влияния за счет других, четверка жезлов, традиционно карта стабильности, в сфере желаний четыре это у нас стабильность и в канонических значениях она отыгрывается как отдых, передышка, празднование, промежуточных результатов и так дальше, и так дальше, здесь мы видим пастку, западню, дали ловушку, вспомнила, как это слово будет, тролля, который засел под мостом и ждет на тех путников, которые будут делать переход через мост и это является вот нетипичным для четверки, скажем так, а посмотрите девятка жезлов, перекресток у клоуна, когда клоун такой в очень недоброжелательной маске, гриме, заманивает к себе и здесь совершенно, конечно же, не очень каноничное значение девятки жезлов, следующее четверку мечей можно притянуть немножечко к нестандартным теневым значениям, когда не одна героиня или герой, а два, один в перчатках злодея, сейчас хочет нарушить покой, четверка это тоже карта стабильности ментальной, нарушить наш ментальный покой, но здесь не столько теневое, сколько и наковое значение, но вот некоторые карты здесь изображены вроде как в каноничном значении, но если присмотреться, вот шестерка мечей, вроде каноничное значение лодка, движение, переход от одного берега к другому, но мы видим, что здесь женщина везет ребенка, а другая женщина осталась на берегу с протянутой рукой, то ли это кража ребенка, то ли это то, что мы взяли себе по праву принадлежащие, об этом будем подробно говорить, но нетипично, и здесь уже акцент не совсем на традиционном значении шестерки мечей, здесь уже попахивает тенью, да, и в полном смысле, но самая теневая карта, и мне порадовала она, в относительно слабо представленной масти пентакли, мы будем говорить в обзоре, шестерка пентакли, здесь договор с дьяволом, здесь посмотрите, для того, чтобы получить пентакли, надо подписать контракт у дьявола, то есть вот абсолютно, если отбросить те, которые я притянула за уши, буквально по пальцам можно пересчитать одной руки те арканы, которые явно выражены в теневом аспекте, все же остальные представлены достаточно канонично, просто в иконографии, в стиле искусства замечательной художницы Эбигейл Ларсен. За подню дали ловушку, вспомнила, как это слово вводит, тролля, который засел под мостом и ждет на тех путников, которые будут делать переход через мост, и это является вот нетипичным для четверки, скажем так, а посмотрите, девятка жезлов, перекресток у клоуна, когда клоун такой в очень недоброжелательной маске, гриме, заманивает к себе, и здесь совершенно, конечно же, не очень каноничное значение девятки жезлов. Следующая четверку мечей можно притянуть немножечко к нестандартным теневым значениям, когда не одна героиня или герой, а два, один в перчатках злодея, сейчас хочет нарушить покой, четверка, это тоже карта стабильности ментальной, нарушить наш ментальный покой. Но здесь не столько теневое, сколько и наковое значение. Но вот некоторые карты здесь изображены в неканоничном, вроде как в каноничном значении, но если присмотреться, вот шестерка мечей, вроде каноничное значение лодка, движение, переход от одного берега к другому, но мы видим, что здесь женщина везет ребенка, а другая женщина осталась на берегу с протянутой рукой, то ли это кража ребенка, то ли это то, что мы взяли себе по праву принадлежащее, об этом будем подробно говорить, но нетипично, и здесь уже акцент не совсем на традиционном значении шестерки мечей, здесь уже попахивает тенью, да, и в полном смысле, но самая теневая карта, и мне порадовала она в относительно слабо представленной масти пентакли, мы будем говорить в обзоре, шестерка пентаклей, здесь договор с дьяволом, здесь посмотрите, для того, чтобы получить пентаклики, надо подписать контракт у дьявола, то есть вот абсолютно, если отбросить те, которые я притянула за уши, буквально по пальцам можно пересчитать одной руки те арканы, которые явно выражены в теневом аспекте, все же остальные представлены достаточно канонично, просто в иконографии, в стиле искусства замечательной художницы Эбигейл Ларса. Так что же делать, спросите вы, как работать с этой колодой? Я предлагаю сейчас в обзоре сделать акцент совершенно на традиционные значения в преломлении того изобразительного искусства, которое мы будем с вами наблюдать, и, конечно же, сказать отдельно только лишь о тех, о которых там их буквально три-четыре, которые выбиваются из общего ряда. И в эпилоге я скажу, какая выявилась для меня особенность по работе с этой колодой. Не работа с тенью, не теневая особенность. Да, здесь колода темного леса. Но арканы достаточно во большинстве своем светлые, радостные и ресурсные. Поэтому в конце, кто досмотрит до конца или кому неинтересно, можете сразу переходить по твоему коду в эпилоге. Я скажу в завершении, как интересно раскрыла себя колода в практике, несмотря на то, что авторками было заявлено, что она будет работать с тенью. Ну что же, друзья, выдвигаемся через темный лес, и в этой колоде мы не найдем никаких оккультных, каббалистических, христианских, либо других знаков, иероглифов, глифов, каких-то изображений, даже нету изображений ни одного креста я не нашла, не встретила, то есть ни к христианству, ни к каббале, ни к другим, нет отсылок. Конечно, есть немножко отсылок к язычеству, веканству, но очень, очень так, скажем, на примитивном, минималистичном уровне. Поэтому колода очень метафорична и может использоваться тоже просто для проективной работы, как метафорические карты. И так, как мы уже сказали в предисловии, наша ведьма отправилась в путь, и мы видим шута, архетип ребенка, каждый шаг подводит тебя ближе к тому, что тебе предначертано, говорит послание от этой карты. И, конечно же, нашей сумеречной ведьме нужно совершить прыжок веры, шут несет с собой как веру, так и невежество одновременно. Шут это то целостное и завершенное проявление самих нас. Он действует как бы за рамками социальных привычных устоев и норм на него нельзя повлиять мнениями, суждениями или советами. Он шут движим своим влечением, инстинктом и его целостность идеальна. И здесь мы видим следующие особенности. В ее мешке, конечно же, кроется прошлая жизнь, карма, опыт, который она несет с собой, белая роза в руке традиционно, это знак чистоты и любви, черный кот указывает на женскую магию, в отличие от собаки, инстинкта, который в традиционных колодах рыжий лис означает ум, паук, который плетет свою паутину, это мастер плетения истории, ползущая ящерица, которая тут из-за рамочки практически не видно, но для этого в книге можно в увеличенном размере все рассмотреть, ползущая ящерица это, конечно же, символ страсти и огня. Итак, наша сумеречная ведьма приготовилась к прыжку веры, начала свой личный путь, и она проходит по лесу и встречает в лесу поляну, на которой она видит старуху, которая стоит за ритуальным столом, и это мах, либо волшебница, архетип магии и волшебства, в психологии это архетип явного, проявленного, архетип творца. И здесь мы видим все буквально традиционно, и сумеречная ведьма задумывалась, не увидела ли она себя в будущем. Здесь мы видим старуху в традиционном жесте призывания, правой рукой поднятый жезл указывает на небо, левой рукой направляет, перераспределяет, проводит энергию через себя и спускает ее в землю, направляет полученную энергию, концентрирует, потому как она является проводником между этой энергией и между верхним, средним и нижним миром и таким своеобразным энергетическим каналом. Здесь особенностью является то, что мы видим сову на магии как символ ночного существа, магического какого-то символа ясновидения, астральной проекции, потому как совы видят то, что не видят другие в темноте, естественно. На столе помимо всех элементов стихий мы видим разложенные карты таро у волшебницы это путь ведущий к познанию себя, к неким знаниям внутренним. На столе волшебницы мы видим выгравированный девиз как вверху, так и внизу. Но мы знаем этот языческий гермеса трисмегистра как бы заклинание, девиз. и еще интересным является на столе языческий символ трискеля, да, скрещенные спирали, здесь их два трискеля, которые означают одновременно и бесконечность, и это древний символ в виде трех бегущих ног, выходящих из одной точки, он означает как движение солнцу по небосклону, так и человеческую жизнь. Подробнее в каком-то виде я про этот символ уже рассказывала, здесь не буду останавливаться, традиционный знак бесконечности, и, конечно, мах это утверждение воли, намерения, ясное осознание наших целей. И дальше по мере продвижения сумеречной ведьмы и путешествия по лесу, она будет встречать многих персонажей, некоторыми она будет становиться сама, отождествляться собой. Следующий она встречает естественно верховную жрицу, это архетип нашего истинного я, в психологии это архетип скрытого, сокрытого, вы божественный шепот вселенной, говорит послание к этой карте. И здесь мы видим, что жрица разворачивает свиток, и в этом свитке написано слово Таро, и это книга в жизни, содержащая каждую возможность, каждый вероятный исход, но она постоянно меняется и заключает в себе все сущее. Верховная жрица схема вашей души и чистое проявление истинного я, пишет Саша Грехом в своем описании. Также верховная жрица это тот контейнер, где хранятся знания вашей души, внутренняя мудрость, живущая, чтобы ее, конечно же, раскрыли. Два дерева и вместо традиционных букв Яхин и Бас мы видим Д и Дабл Ю, символы темного леса, инициалы темного леса вырезаны на этих двух деревьях, которые не различаются по цвету, мы видим полную луну вместо лунной короны, которая традиционно увенчает голову жрицы, и, конечно же, она выходит из вод, и наша верховная жрица является источником всех вод, что есть в колоде Таро. И совершенно красивая, очень нетипично, роскошная, я бы сказала, императрица, это архетип матери, мы явно видим здесь отсылку к беременности, ваша страсть отпечаток вашей магии, конечно же, ее красное платье нам говорит о страсти, это творческий порыв, когда вы придумываете и творите собственную жизнь, а императрица это выражение талантов ваших, активность и яркость, и, конечно же, страсть и энергия, она движет необходима для создания жизни, как и для создания жизни, так и, к сожалению, для ее разрушения, и беременность императрицы, она, конечно же, метафорична, она может вынашивать идею, проект или личность, той, которой мы хотим стать, интересен здесь ствол дерева в виде пальцев, это рука ведьмы, это такая точка могущества, здесь собирается магия и энергия, то есть точка сборки энергии, и руки, это творческий портал тела, они придают очертания, форму всем вещам, которым соприкасаются, летучие мыши, это символ здесь потенциально, потенциала, который дремлет в нас, дремлющего потенциала, ну и, конечно же, красное платье императрицы, связано и с менструальным циклом женщины, и с страстностью, она, императрица, дверной проем, порог, через который струятся родовые воды жрицы, и верховная жрица, императрица, воплощает чертеж верховной жрицы в реальность физического мира, конечно же, мы видим традиционный знак Венеры, и здесь книга открытая, посмотрите, да, вот то, что не традиционно, и она сексуальное притяжение, амбиции и неограниченная страсть нашего созидательного потенциала, ну, конечно же, мы договорились говорить о традиционных значениях, но мы помним, что у каждого аркана есть и негативный полюс, я уже сказала, что она может быть как созидательная силой, наша императрица так и разрушительной. Посмотрите на этого замечательного архетипа отца императора. Ну, император здесь представлен в образе барана, символа созвездия Овна, это карта традиционного могущества, абсолютной власти, определения своих границ, он хозяин своих владений, результат становится видимым по императору, он та структура, на которой держится и основана колода Таро, и мы видим на камне символ египетского креста Анг, который вырезан основание утеса, он обозначает традиционно вечную жизнь. Очень интересен здесь представлен иерофант, в виде это дерево аэрофант, это внешний символ такой и форма как бы некого портала, который ведут к верованиям, к духовным учениям, к знаниям, все верования и знания берут начало у его основания, посмотрите, на заднем фоне много книг и свитков, и конечно аэрофант это шаман, это знахарка, это жрец, это гуру и йог, который передает ученикам эзотерические знания и конечно же эта карта отображает взаимосвязь между учителем и учеником, а также это поиск знаний и системы обучения. Мы видим перекрещенные ключи с иерохлифами, опять-таки с символами Ди и Дабл Ю Таро Темного Леса, которые символизируют открытие дверей познания, наставник вдохновляет ученика на открытие знаний, которые тот всегда на самом деле носил глубоко в себе. И правой рукой эрофант творит знак благословения, а в левой руке он держит свиток с древними иерохлифами, которые мы тоже видим, тут символы Трискеля в том числе, и символы напрямую общаются с нашим бессознательным, и, конечно же, символизм очень важен, второ в том числе. И если император обеспечивает наш порядок в мире, то эрофант намекает на некие секреты и тайны, которые существуют за завесой повседневной жизни, как бы видимой. Это прежде всего передача интеллектуального и духовного наследия и наставничества. Также всякие различные системы верований проходят по этому аркану. и наша путешественница сумеречная ведьма шла-шла, устала и заснула. И во сне видит себя со своим возлюбленным и мы таким образом видим плод сна, ее фантазии в архетипе влюбленных, в старшем аркане влюбленных, архетипе любви и любовь это объединяющая всепобеждающая и связывающая сила вселенной говорится к посланию к данному аркану. И конечно карта влюбленной обозначает высшее блаженство, эротическую любовь и мы здесь видим обнаженные женщины и мужчины соединены в интимной чувственной позиции цветока лотоса и которые раскрывают свои лепестки как символ трансформации нагота любовников отражает конечно же доверие и уязвимость одновременно и тела выражают то, что не в силах выразить язык. Секс это эмоции в движении говорит Саша Грехом в своем руководстве. Также мы видим темного ангела который сверху смотрит облаченный в плащ с капюшоном и окутывает пару своими крыльями и конечно же мы видим традиционно что мужчина фокусируется на женщине он посылает всю энергию свою ей женщина принимает энергию всем своим телом она работает как приемник в данном случае и смотрит вверх на лицо темного ангела это графически такой сакральный треугольник энергии сакральной геометрии который отражает творческий потенциал всей вселенной конечно же это здесь как карта любви романтического влечения так и эмоционального единения чувственности и удовлетворения удовлетворенности духовный экстаз выбор в пользу партнерства я всегда усматриваю в карте влюбленные но если даже если нету очевидного выбора кого-то четвертого да обычно часто бывает что две женщины один мужчина тогда я говорю что это выбор в пользу партнерства или выбор в пользу вот этого телесного и духовного союза и сумеречная ведьма открывает глаза и видит несущегося раскрытого крылья и когти орла на нее и мы видим колесница архетип героя либо героини в психологии это еще архетип успеха естественно и конечно же это именно тот момент когда настало настало время двигаться вперед когда вы садитесь за руль и направляетесь в точку назначения за руль своей жизни и здесь интересные вопросы пытались ли вы когда-нибудь посмотреть на мир глазами орла когда подняться на вот такую высшую точку поменять точку зрения в зависимости от местонахождения и тогда спросить себя желаю я то же самое что желал раньше сейчас пришло время двигаться вперед к конечной цели дальше по мере продвижения семеричной ведьмы она встречает еще одну женщину сидящую возле стены и гипнотизирующую взглядом змею сила архетип воина либо архетип энергии вселенское могущество заключено внутри вас говорит послание к данному аркану и мы видим что женщина гипнотизирует змею а из камней над ее головой растет цветок и конечно же сила медленно закипает это прежде всего интеллектуальное физическое и эмоциональное могущество мы видим что ягини ягини это санскритский термин для женщин практикующий йогу сидит в позе лотоса и созерцает природу внутренней собственной силы визуализируя ее перед собой в виде именно этой змеи кундалини поэтому змея здесь представлена таким темно-красным окрасом и конечно же сила определяется тем как мы прежде всего используем свои внутренние резервы и истинная сила включает способность быть гибким перед лицом обстоятельств потребностей желаний и настроений других людей и здесь очень интересная акцентация на верхних чакрах данной йогини цветком акцентирована коронная чакра которая расположена над макушкой чакра третьего глаза находящийся между правей отмечена драгоценным камнем бинди который в индуизме ставится в виде красной точки рисуют индусские в центре лба дальше горловая чакра либо витшутха следующим камнем красным отмечена также анахата еще одним камнем покрупнее отмечено а вот солнечное сплетение над животом отмечено застежкой в виде полумесяца и ее сияние говорит о могуществе и высокой самооценке все обратите внимание точки чакр отмечены красным цветом которым практически таким же как и ее энергия кундалини в виде змеи и конечно же сама сотворяю да и учится управлять ей конечно же это мягкий контроль внутренние источники силы и чувствование своего тела и духа об этом говорит старший аркан сила ну и наша замечательная отшельница сумеречная ведьма точнее встречает нашу замечательную отшельницу которую мы уже видели с вами на коробках до этого да а на всех коробках она презентует эту колоду и отшельница держит свой фонарь отшельница это архетип мудреца поиска мудрость оглушает молчанием послания к данному аркану и действительница действительно отшельница удаляется от мира чтобы услышать божественный шепот вселенной и мне очень нравится здесь мало того как Эбигаль Ларсон нарисовала эту отшельницу так и то что она ее устремила вправо в будущее а не как традиционно в прошлое идет отшельник отшельник да что отшельница здесь не стара она идет за мудростью и мы видим слушать это молчание внутреннее и мы видим и сияющий фонарь традиционный как маяк служащий ориентиром для путников так и эзотерические знаки которыми расписана пещера стена пещера данной отшельницы и это говорит прежде всего об активной работе отшельницы то есть она пассивно снаружи и очень активно внутри у нее идет активный поиск внутреннего знания которое она конечно же получит в результате личных усилий умения слушать и наша замечательная отшельница дает сумеречной ведьме задание найти колесо и заставить его вращаться и ведьма конечно отправляется в путь и быстро находит старое колесо от прялки которое символизирует колесо фортуны архетип рока удачи судьбы смысла и колесо фортуны конечно символизирует движение вселенной приливы и отливы времени это ключ к вселенскому равновесию это обретение собственной центральной вот этой нашей точки когда если мы можем сосредоточиться на центре колеса как метафора да и оставаться в неподвижности если да то неважно насколько быстро или медленно вращается колесо жизни нашей да и мы видим что здесь змей камнем устремляется вниз в то время как фея взымается вверх вот это да именно фея здесь так представлено второе темного леса и мы увидим в пятерочке жезлов поединок этих фей и по углам мы видим четыре элементаля которые являются духами земли воздуха и огня их книги хранят секреты стихий и конечно все те же самые традиционные значения колеса фортуны это как жизненные подъемы и спады то есть наши циклы жизненные далее наша сумеречная ведьма встречается с правосудием архетипом закона либо баланса и посланием к этому органу служит следующее то что ты делаешь для других делай и для себя самого вот такое нестандартное на мой взгляд послание вот чем мне помогло описание Саши Грехема в переведенном русифицированном издании потому что здесь описывается то что мы приносим в данный окружающий мир в итоге возвращается к нам и традиционное правосудие символизирует связь закона и порядка с общественной моралью этическим кодексом и правилами безопасности а в колоде же темного леса правосудие имеет более глубокое значение здесь это личный момент истины это работа и усилия которые мы возложили вложили например в проект в ситуацию в других людей и которые теперь возвращаются к нам видите как интересно и конечно же из традиционного что правосудие видит всю подноготную изнанку каждой души поэтому мы видим двух девушек завязанными руками и глазами стоящих на коленях и лишь тот кто усвоил уроки правосудия получает свободу и возможность действовать прямо и добросовестно и конечно же здесь вот нетрадиционность этого колеса фортуны описана в руководстве в том что здесь действует колдовское правило трех энергия которую вы вкладываете во что-либо либо в кого-либо возвращается к вам в троекратном размере и конечно же за это нужно нести ответственность потому как что мы пошлем то к нам и утроенная вернется дальше наша сумеречная ведьма выходит на перекресток и встречает здесь повешенного архетип мистика чем глубже вы заглядываете тем больше вам открывается огласит послание к старшему аркану двенадцатому и здесь мы видим женщину вампира повешенный это мистик который видит все под другим углом зрения и переворачивание это такая некая способность посмотреть на ситуацию и окружающий мир по-иному и здесь мы видим нашего уже привычного нам паучка который плетет свои истории висящий паук ткач которые напоминают нам о тех сюжетах которые мы создаем и летучая мышь как сам прообраз архетипа повешенного вампира и вампир конечно висит головой вниз символизируя и сверхъестественные явления и способности потому что вампиры и мистики они владеют необычными способностями вроде левитации чтения мысли долголетия и бессмертия и конечно же повешенный предлагает нам посмотреть на текущую ситуацию с новой точки зрения ведь в момент равновесия уже наступил и дальше вампир падает и его красное платье ее превращается в белое платье рыжие волосы сидеют и вырастают оперения с крыльями и он предстает в виде белого ангела в старшем аркане смерть архетип трансформации и изменений смерть позвольте смерти научите вас тому как жить говорит послание к данному аркану и вампир оборачивается лето заканчивается и приходит время сбора урожая мы видим это по песочным часам смерти который держит их своей руке время вышло и мы видим также наивность ребенка в ночной рубашке который встречает смерть и с удивлением на нее смотрят смерть это не противоположность жизни ведь жизнь бесконечна смерть это противоположность рождения это нечто принадлежащее материальному миру бесконечной жизни простирается далеко за пределы танца рождения и смерти говорит авторка в своем руководстве конечно же смерть это энергия которая постоянно обновляет наш материальный мир и даже эзотерическая смерть происходит во время инициации и посвящения в магическое или тайное какое-либо общество психологии старое я отбрасывается и рождается новая душа новая идентичность и так дальше все вещи постоянно меняются и на молекулярном уровне и в повседневной жизни и таким образом даже эти песочные часы говорят что смерть она неизбежна то есть трансформации неизбежны они постоянно происходят в нашей жизни и на следующем своем в следующем путешествии сумеречная ведьма когда оставляет смерть позади усвоив ее уроки долго-долго идет и встречает темного ангела умеренность архетип сложности превзойти дуальность чтобы принять целостность говорит послание к данному аркану темный ангел с рогатыми украшениями на голове поднимается как бы из глубин вод озера и такая пред нами представляет предстоит грандиозная фигура которая переливает жидкость из кубка в кубок как сосредоточие сосредоточение жизненной энергии и мы видим готическую башню которая высится на расстояние это намек намек на некую конечную цель которая вот-вот по окончанию данного пути будет достигнута достигнута и башня это самая высокая точка до которой мы можем добраться не покидая твердой поверхности конечно же такой у нее символизм теперь вы в состоянии соединить противоположные идеи жизни и смерти в новой форме да когда мы уже повстречали наша сумеречная ведьма постручала на своем пути и старший аркан повешенный и смерть и конечно карта символизирует баланс и почему архетип сложности и сложность которую мы творим когда фокусируемся на чем-то прямо перед собой то есть это баланс между противоположными ведущими к сложным мыслям и действиям противоположностям которые ведут к таким вот к сложным ментальным конструкциям например ну и также это навыки управления энергией и темный ангел говорит нашей сумеречной ведьме что ее ждет лабиринт и указывает куда-то за спину а сумеречная ведьма туда где виднеется сплошная стена высоких деревьев и в открывшемся в них проходе наша сумеречная ведьма видит лабиринт который ей предстоит войти и там ее ждет естественно встреча с собственной тенью на старшем аркане дьявола архетип нашей тени сделай страх своим другом препятствия обрати в союзника гласит послание к данному аркану и тень действительно становится вашим союзником когда вы обнимаете ее страх не то что нужно избегать страх это то с чем нужно встречаться и тень и страхи тень это наши страхи опасения а также наши таланты желания и те проявления которые давно были уже похоронены в стенах нашего бессознательного бессознания которое вытеснено дьявол это мифическое существо выпрыгивающие из человеческого эго а это конечно наша ложная конструкция из элементов нашей личности наши искаженные представления о самих себя и поэтому здесь метафора того что дьявол обретает в лабиринте что он умело прячется как и наши теневые аспекты и найти его не так просто и надо для этого пройти по лабиринту чтобы найти свою тень и конечно же встречавшись встречавшись с ней лицом к лицу признать ее и интегрировать внутрь своей психической системы дальше пройдя успешно лабиринт наша сумеречная ведьма выходит на равнину и видит башню в которую ударяет молния башня архетип разрушения катарсиса это акт освобождения это акт капитуляции так распадается то что самого начала не могло быть единым кто-то естественно выпадает из окна это ускользает прочь ваша старая жизнь метафора нашей старой жизни а вместе с ней старые привычки три окна указывает на число перемен все фальшивое что было создано вами исчезает исчезает превращаясь в руины изменяется все ваше представление о дружбе привычки рядом конечно на их место появляются новые привычки появляются новые люди и башня нечто столь же радикальное как и полный пересмотр жизненных принципов это некий разворот на 180 градусов и как мы всегда знаем он часто проходит достаточно болезненно далее наша ведьма снимает одежды и садится возле водоема и правой ногой касается поверхности воды мы видим перед собой звезду старший аркан звезду архетип исцеления архетип надежды премудрости единство со вселенной ваше естественное состояние и звезда это что-то нечто такое открытое обширное пространство которое возникает после того как башня разрушает все ненужное и конечно же звезда является источником нашего вдохновения нашей надежды это врата нашей души и звезда обнажена то есть наша сумеречная ведьма в образе звезды она здесь обнажена что символизирует сознательный отказ от контроля она уязвима но осознанно и активна это энергия которая связывает художника и музу да и мы знаем что уже в звезде дьявол ослабил хватку потому как мы уже в 17 аркане и ваша душа освободилась башня очистила тела пространства и вы излучаете надежду свободу и удовольствие и тут в ночном небе восходит полная либо беременная луна и наша ведьма наша сумеречная ведьма слышит что темные глубины что чувствует что нечто движется глубоко из темных глубин глубоко внутри нее и мы попадаем в 18 аркан луну архетип тайны и знамения видны глазу разума и ощущаются телом говорится в послании темные глубины мы видим породили прекрасную полностью сформировавшуюся женщину и мне нравится что в описании которое дает Саша Грэхэм в своем мануале здесь луна связана с женскими энергиями конечно же это зрелая женственность архетип тоже зрел луна является архетипом зрелой женственности и конечно же все вещи которые мы стремимся часто порождают наши страхи мы часто боимся даже неосознанно то к чему идем поэтому луна и является тоже архетипом страха это рождение того что навсегда существовало это рождение того что всегда существовало внутри нас но сейчас оно приобрело такую уже осознанную, зрелую форму. Подсознательная напрямую говорит с нашим высшим сознанием в старшем аркане луна. Воображение активно работает и, конечно, женщина поднимается из глубины лунного подсознания, когда именно эта беременная луна восходит в ночном небе. Два мы видим традиционно воющих волка, которые говорят о наших животных инстинктах, готические башни, которые предвещают развитие того, что приходит и того, что будет построена. Дорога, ведущая от воды к дальним горам. Это путь завершения. То, что рождается, непременно становится реальным. И после луны, конечно, восходит после тьмы расцветает и восходит солнце. И на старшем аркане солнца мы видим знаем, что это архетип счастья, архетип творца, здоровье, и жизненная сила в самом рассвете. И когда луна заходит, и ведьма возвращается в священный сад, где видит всадницу, уже преображенная наша сумеречная ведьма, видит всадницу. И карта луны взывает к глубинам, но тьма постепенно отступает. И карта солнца показывает нам изобилие теплого летнего дня. Это, конечно, карта запускает процесс раскрытия наших талантов, наших способностей. И мы тоже видим, что здесь женщина обнажена. И потому, что вам нечего уже бояться, нечего прятать. Вы свободны от привязанности. И здоровье, и жизненная сила теперь находятся в вашем распоряжении. После того, как сумеречная ведьма покидает сад воплощения в солнце, она направляется в сад смерти, и где появляется прекрасный вампир. И ведьма подставляет добровольно свою шею под укус. Она уступает сладкому бессмертию. На самом деле ничто никогда не умирает. Старший Аркан Суд это архетип трансформации, по мнению Саши Грехома, и это архетип возрождения в психологии. И не зря я часто в своих консультациях иногда оговариваясь, как бы по Фрейду, путаю на Суд, говорю трансформация, трансформация. Это очень близко возрождение невозможно без пройденной трансформации. карта Суд появляется, чтобы напомнить, что в прежней жизни уже нет возврата, и все меняется навсегда. Вы принимаете свое истинное предназначение именно в старшем Аркане Суд. И Сумеречная ведьма сознательно подставляет шею вампиру. Она готова стать вечным ребенком ночи. И укус вампира это некий эротический символ метаморфозы. Карта смерти научила нас тому, что вся жизнь переходящая. Изменчивость это естественное состояние. Именно такой вывод сделала Сумеречная ведьма. и мы учимся пониманию своей истинной природы и удивляем сами себя. И мы видим, что руки мертвецов тянутся из могил, подавая сигнал к пробуждению на всех уровнях бытия. Что истина для вас, то истина для целого мира. Меняетесь вы, меняется мир. Что вверху, то и внизу. Трансформация души завершена. И мы переходим в заключительный старший Аркан. 21 мир. Мир архетип оединения, архетип совершенства. Вы это вселенная, говорит послание к данному Аркану. И посмотрите, какая наша ведьма сумеречная здесь преображенная. Сравните ее с той ведьмой, которая начинала свой путь, шла в первый прыжок веры. И сумеречная ведьма ощущает, как ее заполняет сверхъестественная сила. Она впитывает переживания и помнит уроки, извлекает каждой карты, пройденной по 22 старшим Арканам. Она несет в себе все. И свет, и чму, и высокая, низкая, и мужская, женская, а также все то, что расположено между этими крайностями. Двойственная старшая Аркан исчезает. Она тантрическое соединение бесконечных возможностей. И мне здесь сумеречная ведьма очень сильно напомнила отсылку к художественному фильму, замечательному, по-моему, 2013 года «Прекрасные создания». Там, где каждая ведьма из одного рода в 16 лет должна была выбирать свет или тьму. И ведьма Лена в 16 лет выбрала быть и светом, и тьмой. У нее два разных глаза стали. И вот здесь описание Саши Грехм и образ художницы Бигейл Ларсон. Мне очень напомнили, кто не смотрел этот такой легкий фильм, можете посмотреть. И здесь как в себе можно соединить свет и тьму. Конечно, только в мире. И мы видим, что сумеречная ведьма уже держит два жезла магических и в отличие от мага, у которого был только один. И она не направляет, не концентрирует энергию, а распространяет ее вокруг себя. Также она танцует. Мы видим четырех животных в углах карты, которые символизируют четыре масти таро, четыре стихии, огонь, воду, воздух и землю. И мы видим нашу ведьму в симбиотическом танце вселенной, когда все движется в идеальной симметрии. И конечно же это состояние высшего блаженства, движения в потоке. Вот такой путь прошла наша сумеречная ведьма, но на этом ее путешествие не заканчивается. Еще описано ее путешествие по четырем мастям таро и я предлагаю в следующем разделе очень кратко рассмотреть эти четыре масти. более сильные, есть менее сильные выраженные арканы и даже в младших арканах мне кажется Саша Грэхэм с помощью Эбигейл Ларсен более позволила себе выразить теневые аспекты, о чем я вводной части данного видео вам озвучивала. Мы традиционно начинаем обзор младших арканов с масти жезлов и тут все тузы очень традиционные мы везде будем видеть руку и символ масти. Туз это семя с которого все прорастает. Мне очень понравилась метафора Саши Грэхэм что восприятие туза как семени подобного семенам цветов, фруктов и овощей поможет в интерпретации этих карт. Действительно туз это преддверие портал в новую реальность. Туз жезлов у нас воспламеняет мир жезлов. Тузы символизируют рождение как бы масти и мы везде будем видеть руку из некого облака портала. Символ человеческой изобретательности и потенциала. Мы все делаем руками. Известные практики восточные когда руками делают специальные жесты так называемые мудры запускающие в теле особенно энергетические потоки. Ну и традиционно конечно же туз жезлов запускает у нас энергию страсти кундалини подобной огненной змее символизирующей пробужденную свернутую спираль энергию для нашей духовной трансформации. И на двойке жезлов мы видим ведьму жезлов которая стоит между двумя факелами некая противоположность и факел это две каких-то противоположности мужской например женская холодная горячая ведьма стоит между ними и объединяет собой эту двойственность противоположности в своем физическом теле. она держит хрустальный шар подобный тому как медиумы работают с ним и конечно же она хочет заглянуть внутрь ситуации не спешить с решением обдумать всевозможные варианты и ее коническая шляпа ведьмы похожа на пики башен со шпилями ковля символизирует конечно же перекачивание энергии ее передачу сверху вниз и мы еще видим мешочек с травами и всякими коренями которые свисают с пояса как талисман некий и мы видим наскальные надписи которые алхимические символы символизируют и очень интересные здесь символы еще надкушенные яблоки валяются разбросаны везде и усеивают землю вокруг ведьмы и то ли она сама их надкусила то ли она их зачаровала и кому-то вскормила для получения собственной цели об этом история умалчиваем но традиционно двойка жезлов это привлечение энергии для планирования это концентрация этой энергии это этап стадия планирования и для того чтобы двигаться дальше и вот уже в тройке жезлов мы видим объятия вампира я бы сказала вампирши вампир это символ сексуальности вечной жизни мы уже об этом говорили на старшем аркане суде дать такой укус вампира это такой сексуальный жест и женщина вампир может менять обличие она способна стать кем угодно соблазнить кого угодно чтобы достичь своей цели и здесь мы видим три горящих факела жезла три летучие мыши все говорят о тройственности о расширении и конечно же здесь вампирша уже действует она получает свое в данном случае кровь кровь это метафора жезлов это энергия жезлов заставляет кровь кипеть и провоцирует нас на действия и здесь очень хорошая метафора этой вампирши она говорит о том что всем известно что голод вампира неутолим чего жаждете вы к чему стремитесь какая страсть наполняет ваше сердце и действительно тройка это переход уже от планирования к действиям это творчество и региональные решения вот такое оригинальное решение выбрала вампирша четверка жезлов я в начале обзора во вступлении говорила об этой нетрадиционной карте четверки здесь мы видим ворчливого старого тролля который сидит рядом с дымящимся костром под мостом ожидая когда его будущий обед перейдет через этот мост мосты конечно традиционный символ перехода символ преодолевания трудностей опасности трансформации и здесь Саша Грехом в своем руководстве пишет что страх перед тем что находится под мостом лежит архетипически в нас потому что в средние века всегда допустим путника карету под мостом ожидали часто разбойники и переходящий или переезжающий мост путник был совершенно не защищен поэтому это страх такая же архетипическая лежит так же глубоко как и боязнь чудовищ под кроватью и мы видим здесь пальцы тролля опущены в реку и глаза неких тайных наблюдателей которые выглядывают из дерева и огонь как из четыре горящих жезла говорит что ваши намерения и замыслы наполнены конечно же страстью и как этот дым от костра они устремляются вверх и они возымеют более серьезные последствия чем вы можете представить такой нетрадиционный образ тролля под мостом это то что мы прячем в тени он прячется под мостом то что вот за истинным это как бы то что мы прячем за истинное за своими намерениями достигать и праздновать эти результаты и это может быть что угодно скрываете ли вы талант или запрещаете себе заниматься любимым делом вот так распаковывается смысл четверки жезлов такой достаточно нетрадиционный который действительно имеет серьезную заявку быть теневой картой но к сожалению несколько теневых карт которые высвечивают теневые полисы арканов не может быть как бы подавляющим большинством и дать такой инструмент как для целой колоды стать теневой для работы с теней я об этом начале уже говорила в пятерочке мы видим ссору фейри вот тут такие в темном лесу смешные фейри в виде таких дракончиках феи феи элементарий появляются под шляпкой огромного старого мухомура и выясняют отношения это конечно же пятерки второго как середина истории максимально сложный вызов это кризис масти внешний кризис и пятерка жезлов говорит об ожесточенных спорах и спрашивают нас куда мы готовы направлять излишек своей энергии что хорошо в пятерке жезлов есть всегда говорит что конфликт и оживленные депадты требуют от нас много энергии это значит что она у нас есть по жезлам и просто мы не совсем конструктивно в пятерках направляем ее то есть мы можем выбрать более конструктивный способ использования своей жизненной энергии в шестерке жезлов мы видим процессия призраков мы видим что женщина всадница держит на руках ребенка она единственная всадница все остальные идут пешие это публичное проявление достижений конечно все как бы на первый взгляд традиционно но тоже есть привкус такой теневой потому что женщины призраки раз это процессия призрака а ребенок то настоящий и призраки получается украли ребенка и положили на его место подменыша подменыши это часто те которые встречаются в описании европейского фольклора говорят о тоже такой архетипической тревоге переданной человечеству перед детской смертностью которую испытывали люди в доиндустриальную эпоху поэтому здесь на первый взгляд очень традиционно но можно тоже поработать с некими покопательными аспектами семерка так и заявлено у Саши Грехем как противостояние тени и чем мы видим девушку которая противостоит какими-то теневым страхам и чем сильнее мы подавляем тьму чем глубже она проникает в нас обычно наши главные враги это мы сами а те кого мы считаем врагами не более чем теневые проекции нашей души мы видим что ведьма облачена в плащ возможно она слишком многое прячет и подавляет и конечно же карта спрашивает на что мы боимся посмотреть чего избегаем и сейчас оно проявлено прямо перед нами то есть мы проходим некое испытание по семерочке восьмерки жезлов ну семерка у нас это внутренний кризис масти естественно восьмерка жезлов мы видим образ русалки русалки или сирены это такие скользкие сексуальные создания символы глубины нашего подсознания русалки конечно же отражают женскую привлекательность но ее опасную сторону умение погубить мужчину заманив его в темные воды и русалка символизирует свойственное человека страстное желание чего-либо и здесь на эти страшные желания в виде восьми жезлов запустила во вселенную на исполнение и она открывает миру таким образом свои заветные желания свои намерения воплощенные в жезлах она творит заклинания о своих таких намерениях и эта карта энергия наша энергия в действии то есть молитвы отправлены силы приведены в движение и вот это нетрадиционно девятка жезлов у меня даже есть идея как ее расшифровать но Саша пишет что это переклесток клоуна и клоун это такой архетип хитреца который действует вне общественной морали очень никогда не зная что он вытворит и очень показательно что клоуны пользуются гримом грим это второе лицо это некая маска социальная в том числе и изгородь в виде этих жезлов забор символизирует какой-то барьер поставленный перед нами и конечно же девять это число удовлетворения желаний второго девятка и вы получаете то к чему стремились соответствует ли итог вашим ожиданиям этого ли вы хотели и тут Саша Грихем пишет разрешение барьера выход из зоны комфорта и так далее но у меня есть некая другая мысль об интерпретации ведь если классический девятка жезлов это конечно же сила духа и стойкости нашей что мы будем стоять до последнего охранять то что мы уже ранее завоевали свои убеждения свои желания и так дальше то здесь у нас как бы мы представлены по эту сторону не нарисованы мы видим что нас искушает этот клоун конечно готовы ли мы предать свои желания готовы ли мы поступить через этот забор нарушить тот преодолеть тот барьер выйти из зоны комфорта ведь в девятке жезлов воин либо воительница кто представлен она защищает уже достигнута то есть это сила духа стоять до последнего а здесь подадимся ли мы искушению возможно таким образом будет проигрываться но здесь явно прослеживается теневой аспект вот то что нас дразнит а не выйдешь ли ты по эту сторону не хочешь ли ты посмотреть что там может там что-то другое есть ну как бы вот такая у меня есть мысль десятка жезлов здесь тоже нетрадиционно но сейчас во многих колодах представлена это не как усталость а как завершение сбор урожая некого и мы видим демоническое пламя демонесса огня изображена с одним жезлов девять несет она за спиной но она не гнется она достаточно харизматично красиво десятки второй это завершение мастика нет цикла а освобождает путь для новых начинаний и мы видим что языки страсти еще пробуждает внутренний огонь намерения и как бы в текущем цикле десятка жезлов говорит что вы продвинулись максимально далеко и довели ситуацию до завершения предлагает оценить уже все то что у вас есть и быть готовым начать все заново но сейчас это уже достаточно такое современное значение десятки жезлов очень много колод которые именно так представляют десятку в неуставшей позиции конечно никто не отменял это и взятие все ответственности на себя и так дальше и так дальше но тем не менее уже изобразительное искусство десятки вот так представлено и мы переходим сразу к обзору карт двора масти жезлов и мы видим что паш жезлов это пылающие угли находится в зоне десяти горящих свечей и готов свой инструмент даже подпалить это экспериментатор это пытливый ум паш жезлов это конечно смышленность такого ребенка который руководствуется любопытством а что будет если я эту палочку запалю конечно же рыцарь жезлов по моему единственный здесь представленный на коне символизирует взрыв мы видим что лес охвачено пламенем и кишит саламандрами и конечно же энергия рыцаря это настоящая пороховая бочка рыцаря жезлов и прекрасная красивая королева жезлов которая вот она у меня и на мешочке изображена королева жезлов это пламя харизмы и она ослепительно сияющая звезда воплощающая собой уже зрелую женскую сущность огня и конечно же она активная проявленная энергия кундалини и природной и проявленная в природном своем магнетизме притягательность королевы жезлов действует на всех кто оказался рядом конечно же даже на ее любимого тотемного животного черного кота очень я благодарна Эбигей Ларсон что она все-таки возле королевы жезлов нарисовала черную кошку потому что сейчас уже часто этот момент упускают ну и король жезлов это зрелое естественно мужественное мужское проявление огня это тот кто привык к авторитетам его энтузиазм распространяется вокруг с неумолимой силой как степной пожар вот такая была наша огненная масть переходим к краткому обзору следующий и масть кубков второго темного леса она достаточно традиционная здесь менее всего выражены какие-то теневые аспекты ну вот туз кубков поток это традиционно наше эмоциональное излияние мы видим пять потоков которые струятся текут из магической чаши образуя настоящий фонтан мы видим что ворон спускается на нашу чашу готов положить туда магический пентакль и ворон оборотень это символ тени он кладет в кубок подношения это причастие из невидимого мира попавшая в физическую реальность мы видим темные лотосы которые цветут водоемы символизируют некую трансформацию вообще туз кубков это конечно наша эмоциональная открытость это тот здоровое эмоциональное состояние это портал это семья масти кубков и двойка кубков это распознавание мне очень нравится девиз к этой карте распознавание мы видим это двойка кубков это традиционная встреча с человеком вещью либо энергией мне больше нравится энергия любой которая отражает состояние вашей души то есть вы встречаете родственную себе энергию она может быть воплощена во что угодно как в человека таких предмет ну и конечно же это радость от того что вы видите себя в ком-то либо в чем-то в другом это как в зеркале и лошади символизируют интимность нежность и уважение дикой природе вообще на масти кубков мы видим по-моему здесь однажды встретим человеческий облик все остальное масть представлена животным миром лошади символизируют также обоняние используют точнее обоняние чтобы узнавать друг друга и здесь по этому аркану тоже проходят все органы чувств двойка кубков отражает вот этот момент распознавания и воссоединение энергии вот с кем-либо либо с чем-либо с родственной энергией и мне нравится тройка кубков озорная такая вещь и сестрички мы видим загипнотизированных огнем котов хотя для животного это не свойственно они боятся огня но здесь соединение заметьте воды и огня вот тоже такая нетрадиционная прорисовка они загипнотизированы над ними клубится дым и они заняты коллективным видением которое поднимается верхний мир они все видят одно и то же ну и конечно же число 3 символизирует расширение творчества вместе они сильнее трое больше чем один это некая синергия и кошки видят одно и то же и вместе они намного становятся более сильные чем по отдельности четверка кубков и мы здесь видим традиционно невидимый дар потому что один лис смотрит другую сторону и несмотря на то что она ищет находится уже справа от нее ее партнер принес добычу но иногда не просто разглядеть какие дары находятся у вас прямо перед носом мы все носим свои как бы личные шоры и возможно ответы и дары которые мы ищем все это время были прямо у нас под носом конечно же здесь лисы представлены это умные создания такие хитрые которые адаптируются к временам года линяя и отращивая общий другой мех таки мы адаптируемся к своим чувствам и эмоциям и даже совет этой карты станьте похожее на лису потому что четверка кубков это число эмоциональной стабильности подробнее психологическом значении масти кубков есть мастер класс кто еще не смотрел может перейти и посмотреть на канале после домка а мы переходим к пятерке кубков и мы тут видим печаль и мы видим крольчиха дрожит кровь льется из трех опрокинутых кубках и желаете ли вы жалеете ли вы об утраченном или цените то что остается ну как всегда традиционно спрашивает нас пятерка кубков карта говорит об эмоциональном вызове это конечно же некая проблема которая укоренилась в нас и возвращается печалит нас и крольчиха в данном случае забыла мудрость мага который управляет своими внутренним жизненным опытом через отрешенность и как бы стороннего наблюдателя с третьей метапозиции и совет этой карты что испытывайте проживайте эмоции но не отождествляйте себя с ними и конечно же по опять психологическое значение пятерки кубков это конечно отгоревать время отгоревать прожить эмоциональную травму шестерка кубков тоже так интересно представлена здесь мать воронов предстает перед нами кормящая своего птенца и шесть кубков балансируют на ветвях дерева отражая нашу эмоциональную равновешенность и покой ситуации а в кубках мы видим белые луноцветы символ воплощения в материальной мире и конечно эмоциональный рост и поддержка это показано в виде проявления простой любви и заботы в шестерке кубков кубков семерочка кубков вот здесь она не очень традиционно представлена мы видим ведьму стоящую позади к нам и кубков мы видим что сумеречная ведьма наша путешественница стоит на поляне поляна символизирует границу с будущим и ведьма отпускает направляет семь летучих мышей чтобы они исполнили ее распоряжение а вот интересно саша грехом прописала значение семи кубков как известно очень много ну есть не то что много несколько версиям чем написано наполненные кубки в традиционной семерке у артура уэйта но здесь мы видим что кубок звезд связан с императрицей и знаками зодиака символизирует творчество серебряный лунный кубок ведет нас к верховной жрице и к ее лунной сущности и символизирует интуицию змеиный кубок к влюбленным и к страсти кубок с замками к башне и к утраченным нами иллюзиям кубок с драгоценностями надеюсь вам видно кубок с драгоценностями украшенный драгоценными камнями колесо фортуны и удачи и лавровый венок в кубке указывает на победителя и указывает нам на старший аркан мир единение и дракон в кубке указывает нам на дьявола на искушение то есть как бы представлены семерка кубков связана все семь кубков связаны с некими старшими арканами и здесь другое несколько аспектировано значение нежели в традиции мы здесь не видим иллюзии наша сумеречная ведьма не растеряна здесь говорит о том что все возможности в нашем распоряжении вот что мы выберем это уже дело нашей осознанности возможности тем не менее созрели и осталось только протянуть руку и воспользоваться этими возможностями и какой дорогой вы пойдете зависит от вас и конечно то что ведьма стоит спиной к читателю это возможно вопрос к нам к читателям возможно мы отвернулись от чего-то важного от ситуации либо от человека и так дальше восьмерка кубков мы видим здесь на восьмерке кубков ползущую змею солнечное затмение и мы видим что змея оставила позади гнездо складка яиц с чем-то ценным и это небесное явление манит и змея уползает в в гору змея конечно это сложный образ второго ну вообще символизма и второго в том числе это символ и возрождение и обновление в том числе так как они у них есть свойство менять кожу и это карта отказа чего-либо что нам дорого но сейчас самое время отправиться в путь потому что вот это солнечное затмение это особенный момент уникальная возможность и нас оно ну метафорическое я имею ввиду конечно же солнечное затмение это оно внутри нас происходит которое нас манит и мы не можем уже оставаться на месте девятка девятка кубков мы видим интересного черного кота с дикими желтыми глазами который держит в пасте добычу в виде птенца птицу и девять это число исполнения желаний кубков и вот такая они расположены отсылка тоже к старшему аркану мир о цикличности о полноте о том что вот время исполнения желаний настало карта получения именно того что вы хотите в данном случае конечно каждая кошка хочет птичку и темный лес требует жертвоприношения возможно этот кот и приносит такое жертвоприношение в честь того как язычники приносили что желание сбылось урожай собран результат получен конечно же удача сопутствует тем кто заслужил ее своей упорной работой и мы приносим жертву чтобы получить желаемое трансформируем себя чтобы достичь цели это тоже такая некая жертва ну и десятка кубков я ее в начале обзора показывала очень традиционная и девиз этой карты долго и счастливо на самом деле мы понимаем что долго и счастливо не бывает бывает настоящий момент завершение ведет к новому началу но в данном случае мы видим безопасность удовлетворение во всем это счастье и довольство некое идеальное партнерство семья гармония радуга в виде кубков мы видим волчью пару волк воет на луну то есть все что связано с такой вот целостностью и гармонией покоя в семье счастье счастье проходит полный цикл и все вещи в жизни цикличны именно поэтому долго и счастливо это мечта а не нечто постоянное и неизменчивая константа и перед вами двор кубков и мы видим пажа кубков в виде интуиции конечно это девочка которая смотрит в кубок и видит рыбку это детское воображение интуиция способна вывести на заграни возможного это очень развитая интуиция у человека и наблюдение без осуждения некое такое созерцание надеюсь вам не цвет что-то и видно и рыцарь кубков традиционно у нас символизируется романтиком таким рыцарем любви на фоне водопада символ его сильных стремительных эмоций полянка накрыта он ждал вас здесь целую вечность говорит данная карта двора и королева жезлов это великий импат это мастер погружения в глубины она ныряет в колодец человеческого понимания трогает воду она знает вас даже лучше чем вы сами и конечно же королева кубка видит то что не видит других это традиционно медиум как и король кубков который тоже соприкасается с водой и мы видим что он также самонаходится у кромки воды это мистик и философ на пике творческого развития вы знаете что существует два пути духовного развития путь мистика и путь философа наш король кубков соединил в себе два этих пути и он вызывает мы видим призывает из глубину соблазнительную богиня воды она поднимается словно венера из пены и мы видим это сирена таинственная переменчивая и полное искушение таким образом король приводит нас на грань любви и показывает как ее переосмыслить то есть много переосмыслений тоже идет по королю кубков в данном аркане ну вот такая достаточно традиционная масть была кубков в исполнении замечательного творчества Эбигей Ларсон мне например понравилось особо теневых аспектов здесь нет просто традиционно как у каждого аркана давайте посмотрим оставшейся масти и наша самая интеллектуальная масть мечей представлена тузо мечей это пик возможности человеческого разума это какая-то блестящая идея озарение вспышка которая приходит к нам в жизнь и достаточно тоже традиционная двойка мечей которая означает уединение единственный тут вопрос в ней такой что мы видим такой для него немножко аспект что безумие приобретает некую форму в то время как женщина сидит на перекуп пруда то она видит что всякие тени порождение сумм сумрака появляется со всех сторон и некоторые тени принимают облик демонов самокритики другие принимают облик человека зацикли на чужом мнении какие-то тени это собственные опасения собственных инстинктов это некий конфликт наших мнений желаний наших идей и вообще принятой морали возможно да и мы видим что двойственность в двойке мечей проявляется в том что чистый как слеза пруд и мы видим что здесь нет утражения этих теней теней это плод ее воображение и которое она выпустила сама наружу страхи и чудовище находится внутри ее головы масть мечей интеллект внутри ее головы то есть то что в реальности их не существует а наши все надуманные сомнения и страхи и таким образом она прячет свое истинное я от мира под влиянием страха и плодом своих фантазий если вы обратите внимание что даже отражение леса самого темного леса в пруду нет ну и тройка мечей открытое сердце достаточно традиционно пронзенное тремя мечами единственное что конечно мы видим огромного тарантула который ползет в сторону сердца и будет ли оно съедено три меча как символ трех мыслей три разума как трех мыслей символ нашего разума который соединяется с нашими чувствами и конечно как чувства более мягкие как сердце и пронзают их это конфликт наших мыслей и эмоции мета эмоции и чем глубже чувства тем конечно же богаче наш опыт и опыт показывает нам что значит быть живым держать любовь в заперти значит потерять свою сущность позвольте тройки мечей полностью открыть ваше сердце советует нам в своем руководстве Саша Грехем четверка мечей вот здесь вот намек на нетрадиционность и девиз этой четверки мечей никакого долга и счастлива то долго и счастлива что мы увидели в десятки кубках отрицается уже в четверке мечей мы видим что конечно четверка это стабильность спокойствие наша ментальная тишина сбалансированность нашего разума и мы видим женщину спит ну или почти спит которая крепко держится за один меч и к ее ложе приближается мужчина на руках которого перчатки злодея зломышленника и три меча угрожающие висят над его головой то есть он что-то нехорошее задумал что происходит когда идея которую вы леле холили и любили и в которую вы верили крепко за которую держались перестает работать спрашивают нас этот аркан как вы адаптируетесь когда стабильность по четверке мечей под угрозой ну и так карта конечно показывают таким образом метафорически что ничто не может быть вечно старые идеи умирают новые должны прийти им на смену это суть эволюции все вещи стремятся к совершенству и меняется и существует так много идей по четверке мечей которые были основательными которые жили с нами всегда которые мы впитали которые были справедливы лишь для прошлых поколений с их особыми потребностями и обстоятельствами и то что мы впитали и было комфортно и мы в это верили пришло время вот их разрушений потому что вот этот мужчина в образе злодея сейчас возьмет эти мысли и разрушит и карта спрашивает во что вы прежнему верите что необходимо изменить вот здесь мне очень понравилась задумка Саши Грэхэм по четверке мечей спасибо ей за это ну и пятерка мечей очень метафорично показывает жестокость когда мы острое слово готовы вонзить как эта злая ведьма в своего оппонента вонзает мечи ведь масть мечей это еще масть коммуникации подробно о масти мечей есть мастер-класс на канале по следам вы можете посмотреть я не буду уже в обзорах останавливаться на этих аспектах просто слова могут быть как лекарствием так и невероятной силой так и оружием невероятной силой причиняют нам боль невыносимую боль как делает сейчас эта женщина с мечом в руках которая готова вонзить свое оружие другую женщину конечно же эта карта показывает нам преднамеренное жестокое разрушительное поведение ну неприязный гнев и здесь встают вопросы по работе с гневом и так дальше и так дальше и тут даже Саша Грэхэм дает психологическую практику небольшую написать список из пяти раздражающих вас качеств которые вы знаете в других найти самое неприятное качество и его необходимо интегрировать в собственную личность используйте проекции чувства по поводу других как инструмент самопознания пятерка мечей это у нас была пятерка точнее да шестерка следующая меча вот здесь тоже такая немножко нетрадиционный сакцентирован момент хотя Саша Грэхэм пишет что это путешествие и как бы символизм судна говорит о путешествии река озера как о глубинах эмоциональных связей и течении энергии вот эти аллигаторы которые подплывают это некие препятствия и опасность но мы видим сцену какую что вы видите спасение или сцену кражи потому что одна женщина везет младенца в лодке а другая остается на берегу и взывает тянется к лодке с берега и женщина в лодке забрала то что было ее с самого начала принадлежало ей либо украла чужого ребенка и вот этот смысл для меня еще не распакован хотя тут в книге написано что это просто момент перехода и путешествия которое ожидает нас впереди войдете вы или в лодку или останетесь на берегу но вот этот конечно вопрос поставил мне некий тупик потому как например ситуация не ясна и мне кажется что саша грехом здесь мешала соединила шестерку и семерку традиционные системные значения потому что в значениях она пишет кража побег но какой ценой но традиционно у нас кража в семерке да ну вот такое авторское слияние как бы двух системных значений шестерки и семерки в одном аркане то есть это предательство и спасение и странствие и переправа и переход все в одном все в одном интересно в практике еще не отыгрывалось но вот интересное такое на мой взгляд не очень стандартно не очень привычно и соответственно не очень понятное значение шестерки мечей а вот семерка мечей здесь можно просто принять увидеть системное значение традиционное значение так как красная шапочка в лесу просто здесь акцент здесь мы видим девушку в рваном белом платье и красной накидки с капюшоном белизна платья символизирует чистоту в то время как красный капюшон это сексуальный символ говорящий о страсти и влечения и эта комбинация вызывает мысли о потере девственности и непорочности волки и другие чудовища пишет Саша Грехом часто выступают символами угрожающей мужской силы и эта карта говорит о поиске путей отступления и конечно это умение перехитрить угрозу испариться спастись путь есть но женщина и волк выбирают его осознанно или бессознательно этот путь эти двое обязательно встретятся в ближайшем будущем это их предназначение то есть ну вот здесь видно что это и побеги и ухлечения и изворотливый ум и спасение от того что пытается вас сожрать сожрать независимо от того это враг внешний либо внутренний ну и задаваться себе вопросом а чего вы прячетесь ведь тень заключается в том что по-настоящему укрыться от человека место или вещи ну какой-либо энергии можно только через безразличие к ней либо к нему а сознательное желание избегать чего-либо обычно основано на влечении на нашем подавленном влечении к этому чему-то либо кому-то вот такие ассоциации вот такие интерпретации по семерке мече мы можем здесь извлечь восьмерка тоже достаточно традиционно просто усилена тем что это мы видим аспект казни мы видим что женщина стоит и веревка накинута на ее шее и крысы уже грызут основания ее часы сочтены стервятник уже ждет готов чувствуя скорую добычу и конечно здесь эта карта такая отсылка к охоте на ведьм казнях и демонизации женщин женщина конечно может выбраться если захочет потому что не так сильно затянута петля мечи стоят на довольно таком безопасном расстоянии вытянутой руки и вопрос только в том как она оказалась в такой ужас ужасающей ситуации и что она будет делать дальше снимет ли повязку и посмотрит на мир новыми глазами или решит остаться беспомощной жертвой ну и совет конечно карты что вы сценарист продюсер и режиссер спектакля своей жизни попробуйте другой жанр изменив свои мысли и реакции здесь очень правильно написано что все кроется в нашей голове и изменить сценарий своей жизни можно только изменив свое мышление особенно по массе мечей и девятка мечей очень красивая и традиционная сама критика мы видим что это темная ночь души это те безумные мысли которые лежат нам в голову и тут аспектация на височной части здесь девушка прям постукивает себе по виску девять мечей конечно символизируют терзаемый нистовый и неприрученный наш разум вредоносные все шаблоны мышления которые ведут нас к нервозности нашим паническим атакам потерям сна и так дальше и так дальше то есть мы сами себе создаем эти проблемы в своей голове в девятке мечей и они необычно проявляется когда ситуация уже настолько дошла мучительно и настолько дошла до своего апогея что остается только изменить отношение к ней это некий переломный момент когда мы можем создать новую систему мышления и принять некий новый подход то есть избежав плена ментальной агонии своей в десятке мечей мы видим неизбежный конец смерть нашего эго и мы видим девушку проткнутую десятью мечами правая рука ее откинута но левая обратите внимание держится за меч то есть это наш мысленный наше эго разрушено темная ночь души закончилась и начался а начинается по восходящему солнцу восходу мы видим новый день десятка мечей появляется когда ситуация приходит уже к своему завершению урок выучен а мысленный паттерн удален из сознания длт как я говорю неправильный файл в нашей голове вредоносный вирусный файл конечно это карта смерти всех вот этих вирусных мыслей их исчезновение идеи мнений которые отныне больше уже нам не полезны и не могут нам служить и мы видим паучка ползущего по скале как напоминание о том что затихший разум рано или поздно все равно проснется и начнет плести свою новую историю ну пора начать новый мысленный отсчет отпустить тот что умерло и впустить новые поростки паросли мысли в своей голове и наша ментальный наш двор такой вот юный паш подозрительный как сыщик и мы видим что птица мать сидит возле гнезда как раз гнездо как на коронной чакре как проекция коронной чакры пажа мечей как символ того что уже сплетенных каких-то мыслей убеждений ну и птица связывает пажа со стихией воздуха традиционно наш рыцарь мечей в окружении летящих воронов такой как весь воздух воздуха да этот борец за правду борец за то что во что он убежден такой бескомпромиссный рыцарь мечей всегда достигает цели добивается всего во что он верит он несет в себе силу убеждения ну и королева мечей она знает что карандаш либо перо либо ручка куда острее и опаснее любого меча окружающие ее бабочки отсылают на нас к бабочкам монархам и это те мысли и слова которые мастерица пера да которые она может доносить и так что другие будут это слышать и слушать а слова создают какую-то зачарованную реальность в ее исполнении то есть это конечно зрелая женственная энергия масти воздуха которая использует свои умственные и опирается на свои умственные способности на свой интеллект ну и конечно же король мечей это наш мыслитель это тот это та мудрая зрелая интеллектуальная энергия в облике мужском и стервятник над его левым плечом символизирует его силу потому как он находит интересное там где другие этого не заметили то есть он высказывает мысли и слова так что они приносят результат в реальном мире ну что ж по-моему очень удачная двор мечей как вообще второго темного леса мне все карты двора нравятся за исключением королевы пентакли ну вот сейчас мы перейдем к масти пентакли и вы со мной либо согласитесь либо нет и масть завершается наша пентакли на мой взгляд это самая слабая масть в исполнении Эбигейл Ларсон второго темного леса но за шестерку пентакли готова все простить как говорится ну давайте посмотрим туз пентаклин достаточно традиционный представляет собой мир в песчинке мы видим здесь все и дорожку ведущую и открытую дверь калитку и тыквы и сад и розы окруженный стеной зеленый сад и открытая дверь напоминает об имеющихся возможностей и горы как будущее достижение и зрелые тыквы как символ изобилия и белые цветы и красные как белые как символ чистоты то есть весь символизм традиционный туз пентакли содержит все возможности материального мира масти нашей пентакли ресурсов ну вот двойка пентакли традиционно символизирует выбор но мы здесь видим старое дерево чествол напоминает фигуру человека который держит два пентакля и предположительно что-то выпирает либо должен как бы жонглировать либо как Саша Грахем пишет что энергия перетекает из одного пентакля в другой но здесь мы этого не видим это не очевидно поэтому двойка и тройка пентакли они как-то мне напомнили ну вот вот эти вот колоды которые не прорисовывают в основном младшие арканы а такой минимализм да используют и тройка пентаклей мы видим знаем системное значение что-то творчество расширение возможности оно изображено вот этой бесконечной спиралью и таким неким треугольником обращенным вниз перевернутым и конечно это некое творение в материальной мире и эта карта подразумевает сотрудничество между группой людей пишет Саша Грехем но мы этих людей как раз здесь и не видим а вот четверка пентакли здесь тоже без руководства Саши Грехем я бы не поняла что здесь изображена мандрагора которая несет на себе четыре пентакля самый большой из них расположено в коронной чакре потом поменьше и поменьше то есть анахату сердечную чакру закрывает от себя да мандрагора это относится к семейному посленных она считается одним из лучших помощников ведьмы мы говорим про сумеречную ведьму возможно она здесь уместна и мандрагора ее корень напоминает собой по форме человеческую фигуру и используется в симпатической магии говорится в руководстве и конечно же число четыре в материальном мире это стабильность подразумевает крепкий фундамент и базу для будущего роста ну по-моему очень интересный конечно образ но без руководства не сильно говорящий так мы переходим дальше пятерка пентакли тут все достаточно традиционно это темная ночь души и здесь пишет Саша о том что предательство возникшее между партнерами отвернуло их друг от друга пронизывает карту и пять пентаклей которые лежат в дупле дерева спрятанные как сокровища на самом виду но эти двое не могут их видеть ничего кроме собственной боли которые не причинили друг другу и они не могут даже поднять глаза и понять что спасение совсем рядом и через дерево жизни можно попасть в подземный мир но его вход закрыт как закрыты их сердца и конечно же карта призывает работать над данной проблемой пятерка шестерка пентаклей вот та которая показывала в начале и это сделка с дьяволом и конечно здесь очень интересно решение что стоит дьявол перед девочками близнецами три фигуры образуют такой некий треугольник одна из девочек тянется вверх и принимает пентакли другая из девочек подписывает некий договор который держит дьявол в виде свитка пергамента и она с охотой ставит свою подпись пишет что не чернилами а кровью хотя здесь не красным надпись ну ладно это тоже можно не обращать внимания но дьявол находится в позиции смотрите как бы сверху могущества он возвышается над девочками близнецы это символ двойственная личности и это акт милосердия либо делового обмена либо это обман знает ли девочка что именно она подписывает и здесь нам предлагается изучить эту карту исходя из идеи дарения и получения отдаёте ли вы ожидаете ли вы взаимовыгодного обмена готовы ли вы давать безвозмездно бескорыстно на что на что подписываетесь когда дело доходит до определенных людей в вашей жизни и такими вопросами с какими картами персонажами с какими персонажками или персонажами карты вы себя осознаете прямо сейчас и конечно же здесь тень это в той проявляется в той благотворительности которую делают на публику которая делают не по зову сердца а как в совершении акта милосердия а чтобы раздуть свое эго ощутить то что вы лучше других даже если вы это не всегда осознаете но допустим сделал доброе дело и распиарил его через соцсети или там под определенным воздействием в измененном состоянии сознания рассказал там всем друзьям то есть изучите свою собственную мотивацию если вы занимаетесь благотворительностью делитесь с близкими или совершите какие добрые дела бескорыстно то вы даже под влиянием изменяющих сознание веществ не будете об этом кричать да потому что вы это делаете для других намерений семерка пентакли мне здесь тоже очень нравится образ такой спящей ведьмы на тыкве это оцепенение ожидания результатов вот пугало и здесь не отпугиваете ли вы от себя результат может быть как в теневом аспекте но можно спать спокойно вы под защитой пугало и тыквы потому что тыквы обладают защитными магическими свойствами не зря их на праздник хэллоуина разрезают и делают устрашающие лица чтобы отпугнуть блуждающих духов ну и конечно же здесь сон и тут обращать внимание на сновидение на на знаки и не используйте ли вы сон как средство убегания от реальности от подседневности чтобы не ждать результата в том числе восьмерка пентаклей представлена замечательная дриада это дух природы живущий в дереве которая развешивает пентакли и дриады те существа мифические которые живут ровно столько сколько живет дерево и подобно пентаклю дерево является источником мудрости и воплощения и показывает энергию роста продолжает что энергия роста продолжает усиливаться за счет связи с бесконечностью которую символизирует наша восьмерка ну девятка пентакли такая такая красивая фея темная хотя она тут коричневая более изображенная в таинственном саду и эта темная фея родилась из теней темного леса стоит в своем таинственном саду где ее тайное святилище то есть место такой силы некой энергетической ну тут все традиционно мы видим пентакли растут на виноградной лозе девятка это число исполнения желаний и фея получает огромное удовольствие от того что у нее есть некий ресурс и она находит убежище в этом месте проводя время в одиночестве наслаждаясь утонченными такими вещами и сама является утонченной натурой и вот десятка пентаклей и традиционно нетрадиционного мы здесь не видим мы не видим здесь семьи но наследие здесь в некотором вроде передано преддверие дверь в жизнь дверь жизни открывается в старом дереве говорится в руководстве это дерево творение самое старое дерево в лесу и дерево приглашает нас выйти из материальной реальности пентаклей которая полностью уже проявили все что должны были и цикл завершен по десятке и мы видим как животные собираются вокруг дерева что также символизирует кульминацию силы пентаклей мы видим вороны которые говорят о сверхъестественной способности к биолокации умение быть в двух местах одновременно поэтому их как бы два пауки плетут паутину судеб внутри дерева кошка и котенок символизируют поколение кошачьей мистерии и конечно же летучие мыши как инициацию шаманские глубины то есть здесь кульминация проекта объединение поколений семьи и групп людей опять-таки этих групп людей мы здесь не видим но хотя бы вот кошка с котенком здесь передано но по древу как символу рода древо жизни символ рода поколения преемственности это можно конечно же без труда понять и вот наша в таких зеленых тонах семья пентаклевая мы видим пожар пентакля как вечного студента в одежде из коры дерева ее платье сделано что связывает пажа с энергией роста и проявлением конечно же материального мира с древней мудростью дерева мы видим самого нашего медленного рыцаря который ну у нас тут только один рыцарь на коне который призвал сову медленно и уверенно он все взвешивает каждый ход учитывается все имеет для него значение и символизирует такую осмотрительную очень рассудительную и надежную личность и тот вот образ который здесь представлен представила художница Айбигей Ларсон королевы пентаклей вообще как бы с психотипом королевы пентаклей не очень созвучен даже с тем руководством что пишет Саша Грехем конечно королева здесь написано что-то чувственная богиня где пентаклия где чувства и она говорит пишет в руководстве что это материнская любовь готовка уборка перестановка садоводство и домашний уют ну и конечно же королевы пентаклей те которые все время убирают пекут жарят аварят и заботятся о поколении а здесь представлен сексуальный роскошный образ картинка очень визуально классная но немножечко с психотипом точнее множечко с психотипом королевы пентаклей и с практикой с реальным психотипом королевы пентаклей не очень вяжется а вот король вполне такой вяжется себе у него даже сапоги тоже из то ли коры то ли ветвей деревья и это конечно мужская зрелая энергия роста и расширения и то что вот тут баки венчают его трон и он сам в одежде из леса это очень земная энергия медленная по своей природе из-за связи с энергией земли и король пентаклей также надежен как и сама земля он мастер конечно же деловых отношений финансов он способен многократно умножить даже крохотную сумму он очень практичен это очень практичная натура поэтому конечно здесь я полностью этот визуальный образ воспринимается единственное что Саша Грэхэм пишет что он филантроп и ему нравится давать и делиться но опять-таки вот тут такой казус но кто реально проявлен через психотип короля пентакля эти люди как раз не делятся это те люди в основном которые и имеют то что имеют потому что они копеечка до копеечку складывают не по психотипу короля пентаклей делиться это король жезлов отдаст последнее у него может быть много может быть не быть но он отдаст даже то чего у него нет как бы а король пентаклей в реальности проходит не такое к сожалению но зато надежен как скала личность отца и все остальное что написано конечно же я согласна вот такая масть пентаклей по-моему самая упрощенная в этой колоде по сравнению с другими мастями ну и вместе с тем шестерка пентаклей на мой взгляд очень такая апофеозная очень интересно представленная и очень интересное здесь теневое значение но к сожалению таких карт вы посмотрели единицы поэтому колода на полностью работу с тенью не дотягивает по моему личному конечно же субъективному мнению а и вместе с тем я вам обещала сказать на что же дотягивает и на что же как она проявила в работе на мой взгляд колода это это такая сказка оторо и очень ресурсная сказка ее здесь можно использовать как ресурсную колоду такую некую некий рассказ метафору миф оторо такую сказку и рассуждать о тех арканах которые арканах которые выпадут придут к нам в расклад и она больше отыгрывается как ресурсная даже посмотрите пятерка пентакли да зайка с говорящими глазами но это совершенно ресурсная колода в тех за то время с лета с которой она у меня есть за эти полухода которые она успела показать себя и вот эту такую вот сказку оторо можно рассказывать тем клиентам которые как переход опять-таки мостик от метафорических карт картам таро потому что здесь абсолютно нет как я вначале сказала какого-то каббалистического символизма христианского символизма оккультного символизма здесь вот такая интересная современная рисовка Эбигейн Ларсон которая вот и привлекает и подростков и взрослое поколение такой интересная интересный художественный стиль который вот и еще связан с природными моментами с лесом что очень архетипично и очень для знакома для любого возраста уже я перемешала ее для любого возраста для любого типа клиента ну и конечно же для нас по-моему это чудесная абсолютно сказочка о ресурсе как в каждой сказке есть намек сказка ложь но в ней намек нашей сумеречной ведьмы предоставлен урок я буду заканчивать свое повбествование и в эпилоге в завершении будет дан последнее напутствие последний раскрыт секрет сумеречной ведьмы а я с вами прощаюсь всего хорошего друзья вам до новых встреч пока пока история сумеречной ведьмы подходит к концу что же принимай вызов подойди ближе я заправлю прядь твоих мягких волос тебе за ухо и прошепчу в него последний секрет конец истории будет таким каким ты сама его сделаешь копи опыт не избегай того что тебя пугает если твоя кожа покроется мурашками если кровь побежит быстрее а сердце затрепещет то ты определенно будешь знать ты движешься в правильном направлении не бойся ступай в лес ступай если никогда не пойдешь в лес с тобой никогда ничего не случится и твоя жизнь так и не начнется м м Субтитры создавал DimaTorzok